Всем добрый день, с вами Айден, и компания Google предложила мне поучаствовать в одном очень интересном челлендже, называется он Бабулярность. Тут челлендж заключается в том, что вам нужно навестить свою любимую бабушку, и не просто навестить, а обучить ее технологии поиска в Гугле. Короче говоря, научите свою бабушку гуглить. Причем обучить при помощи приложения Google для смартфонов, где есть такие фишки, как Ok Google, ну вы знаете. В конце ролика нужно подвести итог, бабулярна ли технология поиска Гугла, то есть может ли бабушка овладеть ею хоть как-то, или не бабулярна. Но так как моя бабушка более-менее владеет этими технологиями, и обучать ее будет просто бессмысленно, я решил повысить свой скилл и сделать не Бабулярность челлендж, а Пробобулярность челлендж. Поэтому сейчас я пойду к своей Пробабушке. Про. Профессионал версии. Итак, друзья, как я и говорил, у нас в гостях сегодня Фаина Игнатьевна. Скажи приветственное слово. Дорогие мои дети, внуки, правнуки, какая радость видеть вас, слава богу, что... А мне уже, слава богу, 92. Скажи, пожалуйста, какие современные технологии тебе уже знакомы? С компьютером знакомы, с телевизором знакомы, с этим... как... вот это... Планшеты... Планшеты... Сейчас я покажу тебе, как пользоваться новой технологией, называется она Google Поиск. Может, слышала что-то о компании Google? Вот сегодня мы и познакомимся. Смотри, вот это приложение, называется оно Google, оно позволяет, ну, найти буквально ответы на любые вопросы, которые тебя интересуют. Интересуют, да. Давай начнем с такой функции, которую я тебе покажу, есть, она называется OK Google. Сработало. OK Google. Это фраза, которую нужно произнести, и автоматически здесь откроется голосовой поиск. То есть ты можешь не писать, просто сказать фразу OK Google. OK Google? Ну, он все равно реагирует. На угол тоже реагирует. Да? Спрашиваю про погоду. Ну, ладно. Сейчас, подожди. И спрашиваешь про погоду, подожди. OK Google. Google, мам, Google. Google? Google. И про погоду спрашивай. И я хочу узнать, пожалуйста, какая... Если сначала OK Google, потом... OK Google, ну, ладно. OK Google, какая погода будет завтра? Мне это интересует. Завтра в Нижний Новгород переменная облачность 5 градусов. Спасибо. Мало, да надо побольше тепла. OK Google. Кого выбрали председателем законодательного собрания? Ну, здесь текст. OK Google, скажите, пожалуйста, о писателе Есенине. Сергей Александрович Есенин, русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии, лирики о более позднем периоде творчества и мажинизма. Спасибо. Ну, что, Фан, тебе еще хотелось бы узнать? Узнать хотелось о Максиме Горьком. Вот, давай попробуем сказать. OK Google, расскажите мне о Горьком. OK Google, скажите мне о Максиме Горьком. По информации Википедия, Максим Горький, русский писатель-козаик, драматург. Видишь, ты попросила найти систему Максима Горького, и он тебе сразу показывает, во-первых, всю информацию об этом писателе, и ты можешь перейти в графу «Фильмы» или «Книги» и посмотреть книги, которые он писал, собственно. Ну, что мне горит. То есть, видишь, он открыл фильм «Мать» по запросу Максима Горького, и сейчас мы его посмотрим. 1905 года. 1905 года. А это... Там. Ты книги-то читаешь? Да, читаю много пока, еще в очках, но читаю. Поэтому сейчас мы попробуем найти любую книгу, которую ты хочешь, допустим, прочитать. Окей, Google, книга «Живые и мертвые». Книга «Живые и мертвые». По информации Википедия, «Живые и мертвые» трилогия Константина Симонова о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне. Первый день войны застал семью сельцевых, да? Ну, насколько я понял, книгу Константина Симонова ты не просто так выбрал, потому что расскажи зрителям, как Великая Отечественная война, собственно, связана с тобой. Малолетним узником угнали в Германию. Три года пробыла там. Приняла все муки и страдания. Война, когда кончилась, я почти пешком пришла в Курскую область, на свою родину. Ну и как ты видишь, 21 век прогрессирует, и сейчас технологии позволяют даже находить ближайшие, например, аптеки, ближайшие магазины, торговые центры и все, что необходимо. Сейчас ты можешь спросить у нашей системы, окей, гугл, где, например, находится ближайшая аптека. Окей, гугл, скажите, пожалуйста, где находится ближайшая аптека? Для меня это нужно знать. Окей, гугл, где ближайшая аптека? По запросу ближайшая аптека найдена следующая компания не дальше трех километров от вас. То есть мы можем здесь видеть, что самая ближайшая аптека находится 300 метров от нас. Скажи, пожалуйста, вот такая технология голосового поиска, поиска через смартфон, она удобна будет пожилым людям? Вот ты бы пользовалась такими технологиями? Бывает и сложновато. Я часто одна бываю дома. Хочется, конечно, более узнать. Но не всегда получается, потому что уже трудность с возрастом так. Я благодарна за эту передачу, за эту программу. Удобно, наверное, то, что можно, например, поговорить с кем-то, с электронным помощником. Он что-то тебе прочитает, книжки, наверное, удобно читать, да? Книжки удобно читать, просто взять очки. Ну, в конце ролика хотя бы моя прабабушка смогла выговаривать фразу «окей, гугл», а не «окей, угол». В любом случае, моя прабабушка была очень рада овладеть такими технологиями. Ей очень понравилось, теперь у нас меня требует смартфон. Так что официально можно сказать, что ревизор iDen проверил и технологии популярно, и пробабулярно. Не бойтесь показывать ее своим бабушкам или прабабушкам. Навещайте своих бабушек, не забывайте о них, друзья мои. Кстати говоря, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И если мы, например, тысяча больших пальцев вверх, то я опять приду к своей прабабушке, и даже бабушке. И мы испробуем с ними технологию гугл-картбокса. То есть погрузимся в виртуальный эфир реально. Я думаю, это будет очень интересно и эмоционально. Так что ставьте лайк и не забывайте о подписке. Ну, эту фразу на самом деле, мы скажем, скажу не я. Так что любуйтесь. Подписывайтесь на этот канал. Очень удобно. И можно и книжку почитать, и фильм посмотреть. Нет, на канале этого делать нельзя. Нет, канал это вот то, что мы сейчас снимаем. Ну. Не, на канал. Просто подписывайтесь на канал и ставьте лайки. То есть канал это мой канал. То есть это финальная фраза, чтобы люди подписывались, чтобы смотрели мои видео. Подписывайтесь на канал, лайк. И ставьте лайки. Да, да, да. Все, всем спасибо, всем пока. Благослови вас, Господь. Да. Ну и ладно.